у нас сегодня выходной едем в центр по делам будем готовиться к новым праздникам а какой ближайший праздник напишите мне в комментариях поставлю вам сейчас музычку какую-нибудь будем смотреть на нашу любимую москву и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас заехали в метро, новогодние игрушки, морозы еще стоят. Вот этот вот, как он называется-то, эльф или гном, мне так нравится. Но на вот эти вот игрушки скидок нет. Скидок нет. Как стоило все, так и стоит. А вот на вот эту всю ерунду, вот на эту всю ерунду скидки. Ну, тоже избирательно. Надо же. Вот стоило 1398, сейчас 508.48. Нет, вы знаете, что... Вот как что стоило, так и стоит. Казалось бы, Новый год прошел, но избавляться надо. Ну, вот этот набор ужасный. Набор на самом деле некрасивый. Ну, никакой, я бы сказала, набор. В половину дешевле. А кому он будет нужен? Он и так никакой. В общем, скидки только на ерунду. На что-то хорошее... На что-то хорошее никаких скидок. Вот звездочка. Звездочка, 100 рублей. О, шикарный бокал. Красивый бокал. Жалко, у меня маникюра сейчас нет. Винный бокал. Новогодние чашки, интересно, остались. Ну, вот можно... Такая ерундистика. Такая ерундистика 50 рублей стоит. Розовые есть меховые елочки. Так, на шишки нет скидки. На это тоже. Вот странно у нас как-то ко всему относятся. Ну, постараюсь. Ключик. Ключик. А, я думаю, что вот за этими полками большими. Ключик 50-48. Ключик. 50-48. Тоже 50% на него скидка. Птички. Вот эти милые птички. Без всякой уценки. Да уж, посуда. Новогодние чашки. Вот я здесь покупала. А, вот так. Что-нибудь осталось, интересно, или нет? Вот этих вот. А, вот такую я не видела. Интересно, это чашка или что? Ну-ка. Ой. Это что такое? Это медведь, стоящий на голове. Вот это я не видела. А вот это интересно. Ну, типа щелкунчика. А вот это интересно. А, вот это морозик. А я такого снеговика покупала. Тоже вот. Санта-кружка. Почему-то без уценки. Видать, Санта всегда в тренде. Такие вот всякие чашки. Сахарница в виде ёлки. Стоила 800. Ну, тоже 50% скидка на эту ёлку. Облака разошлись. Солнце выглянуло. И ощущение такое, что мы с какой-то мышиной вообще из подземелья вылезли. Это колпак, он с этим что ли должен сиять, играть. Какой-то новогодний колпак, который должен смешить всех с батарейкой внутри. Как он здесь? А-а-а. Прикольный. Прикольный колпак. Ну, короче говоря, ощущение такое, что мы просто вылезли из какой-то норы или из какого-то подземелья вообще. Нам солнца, конечно, не хватает ужасно. Хочу в лол посмотреть, сколько здесь стоит. Ой, какие собаки. Детские игрушки. Цена 2,299. Здесь вот я видела перед новым годом этих лол, по которым сейчас полмира детей, наверное, сходит с ума. Ой. Ой, соскочил. Ликвидация отдела одежды и обуви. Все скидки, значит. Здесь все по 50% скидка. А цена? А цена? А цена? А ценник-то где я не вижу. Что-то я цену-то и не вижу. А, вот. 1199. Они что, были по 2000? Никогда бы 2000 не отдала за такой свитер. Никогда бы не отдала. Вообще, я приехала за химией. Мне нужен стиральный порошок, мне нужен ополаскиватель для белья. В общем, все, что касается химии. Так, так, так. Ферри, ферри. Ферри, я люблю апельсиновый. Но апельсиновый сегодня почему-то вот в таких емкостях. Возьму тогда два. Пойдем по полкам. Мне нужна еще кошки еда. Ой, это что такое? Сухой корм у меня кошка не ест. Причем с детства не ест. Так, сейчас я кошки возьму. Гораздо дешевле, чем в обычных магазинах. Сегодня вообще. 1549. 1549. Вот это с морковкой у меня. Она любит. Нужен ополаскиватель для белья. Мне нравится очень-очень. Сразу хочу сказать, это не реклама. Что мне нравится? А то, что мне нравится, здесь нет. Так что с порошком. Порошок. Исключительно вот этот с лавандой. Так, от 6 штук 617. От 1 725. 725. Вот этот вот беру. Большой флакон. С лавандой. Вот это я так далеко должна до своей тележки доходить. Так, исключительно с лавандой. Стиральный порошок. А ополаскивателя для белья здесь нет. Ни ленором не пользуюсь. Ни вот этим вот вернелем. Они такие едкие. Ну, по запаху очень сильные. Мне нравится вот этот, но фиолетовый. Его здесь нет. Ну, тогда, значит... Тогда, значит... Беру вот одна штука 169 рублей. Вот этот с лягушкой. Нравится запах. Он такой не очень едкий. И белье потом приятно пахнет. О, вот эти вот спиртовые салфетки. Клевая вещь. Очень нужная вещь. Знаете, вот клавиатуру протереть. Там с собой взять в дорогу куда-то. Вот в Ашане они не всегда бывают. Не всегда бывают. Или если бывают, то их быстро... Быстро очень разбирают. Так, марля у меня, кстати, закончилась. Марлевый отрез. Не стерильный. Это если там какие-то... Типа холодца вот когда... Или что-то процедить. Вот нужна у меня тоже закончилась. После Нового года. Химия затарилась. Туалетная бумага. Ну, всё, в общем, то, что нужно. И вот излишество. Это не по списку. Но марля мне нужна. Гречка. Смотрим. Гречка. Рис. Нет. Гречка. Пшёнка. Гречку. Сейчас найду гречку. А где здесь, собственно, гречка? Фасоль. Вижу. Пшёнку. Вижу. А, вот гречневая каша. Что, только такая, что ли? А, нет. Вот мистраль. Мистраль здесь вот в больших... Смотрите, в каких мистраль. Вот в больших упаковках. И есть маленькая. Маленькая. А возьму я сразу большую. Смотри, какая большая. Вот такую вот. Огромную. Сейчас стала опять практиковать гречку. Настаивать на кефире. Но я её слегка стала кипятить. То есть, вот закипятила, тут же слила на дрюшлаг, промыла. И потом на кефире настаиваю. Ну, не знаю пока вот, будет ли. Вот эти вот мысли классные. Но они вреднючие. Ну, вкусные, зараза, с шоколадом. Вот это вот очень вкусно. Ну, прям по рукам себя бью, чтобы сладкое не брать. Здесь вот вкусные очень круассаны. Дают круассаны вкусные. Хлеб 121. Значит, одна упаковка 121,90. Но даже какой бы крутой здесь хлеб у нас не был. Какой бы дорогой уже вот. Но что касается метра, я не обсуждала азбуку вкуса. Всё равно он дешевле, чем в Штатах. Уж точно не 6 долларов. Мне на Новый год понравилось. Здесь Татьяна покупала какие-то очень такие хорошие корзиночки. Тоненькие-тоненькие. Очень удачный вариант для этих. Для фуагра, для икры. Здесь тоже нет. Не знаю, надо спрашивать у неё, где она покупала такие корзиночки. Это с чем хлебцы хрустящие? Ой, рисовые. Просто рисовые хлебцы. Так, ладно. Кунжутные палочки с кунжутом. Палочки с кунжутом можно взять, погрызть. Вот они такие вот, видите? Палочки с кунжутом. Тоже не по списку. Ну и, может быть, хлебчича какого-нибудь всё-таки. У меня хлеба вообще дома нет. Вот этот классный хлеб очень. Вот этот Даниловский. Классный хлеб. Возьму ещё хлебучка. Хлебучка. Теперь в молоко. А, и я ещё хотела посмотреть, знаете, что? Я хотела посмотреть замороженное. Замороженные овощи. Мне нужны и халапеньо. В каком виде здесь продают халапеньо? Вот что мне надо. Замороженные овощи хочу, потому что сейчас стараемся. Замороженные овощи. Здесь когда-то такими огромными пачками было всё. И причём микс такой очень хороший был. Микс. Не вижу сейчас. Нет, нет, это всё не то. Это всё не то. Было раньше... А, вот испанская... Нет, это с грибами испанская смесь. А был микс в огромных пакетах. Вот с такой капустой кудрявой. Не знаю, как она называется. В Икеа ещё это готовили. А я это всё так определила. И приехала сюда, взяла. Мы как-то вот очень долго ели. Но вот это вот нет. Такое не хочу. Ну, такого нет микса. С грибами даже не знаю, стоит ли брать. Здесь маленькая морковка. 67 рублей. Может быть, всё-таки стоит попробовать приготовить. Возьму две. Так, для разнообразия с собой. Потом, если не забуду, скажу, вкусно, невкусно. Вот я всё. Да, вот халапеньо. Смотрите, вот в таких банках. Значит, безумно почему-то дорогой. Вот такими большими кусками он нарезан. Ну, вкусный безумно. Но так как у нас есть пока большая банка, но съедается он моментально. Съедаем мы этот перец, конечно, моментально. А в больших банках я здесь не вижу. Чего очень жаль. Очень жаль, конечно. Вырезка, она как была. Вот такая вот вырезка говяжья, мраморная. Так она и стоит. Ну, дорого очень, я считаю, баранина. Шницель из баранина халяль. Ух ты, ух ты, 800 рублей за килограмм. Так, а эта коробочка сколько здесь? 500-400 рублей. Шницель из баранины. Я бараниную люблю, но определенно приготовленную. Сейчас есть вырезка. Вырезка есть, самая обычная. Вот ее я вкусно очень запекаю. Сейчас подумаем, стоит ли сейчас купить вырезку или не стоит. Кусочек, может быть, взять маленький. Это вырезка говяжья, вес 784 за килограмм 1303. Возьму, может быть, кусочек. Небольшой вот этот вот. Так, и курятину. Я хочу сегодня запечь курицу. Где тут курятина? Признавайтесь по-честному. Курятина. Только вот в таких видах. Петелинка, как всегда. Тройкурова. Сейчас выберу, что посвежее. Возьму петелинку. Одну курицу. И хочу взять белое мясо еще. Белое мясо сейчас возьму. Грудки на котлеты. Сегодняшняя упаковка. Возьму одну. Так, все, теперь молоко. Сейчас я посмотрю, что у меня по списку сейчас идет. Сейчас говорю еще про соевое молоко. В прошлом году я себе, по-моему, вот эту коробку покупала на кофе. Но у меня капучинатор взбивается, когда молоко пригорает там. И все равно здесь куча химии намешана. То есть, с учетом того, что вообще вся соя геномодифицированная, говорят, настоящей сои, уже почти нет. Или вообще нет. Поэтому, не знаю, кокосовое молоко мне нравится вообще натуральное на кофе. И миндальная вообще вариация мне не нравится на кофе, если брать и взбивать. Ну, как это я рассуждаю на тему замены молока. Здесь колбасы, яйца, яйца. Так, яйца мне нравится у нас на рынке покупать. От сосисок тоже сосисочки. Здесь вкусненькие сосисочки. Но по рукам себя сейчас бью, чтобы не покупать сосиски. Вообще, после новогодних праздников решили сминусовать очень много чего лишнего. Вот сейчас не знаю, насколько силы воли хватит. Сыры. Сыры. Пармезаны. Пармезан. Вот, ну, это не знаю даже, чьи. Скорее всего, уже все наши пармезаны. Есть их вообще. Мне не нравятся. Маздамы тоже. Везде почти в наполнители идут красители, усилители вкуса. Так, стабилизаторы всевозможные. Но есть и швейцарские. Вот это вот кусочек швейцарского сыра. Вот такой вот кусочек. Он стоит за килограмм 2,664. А здесь что за кусок? Насколько этот кусок? Здесь кило... Ну, почти полтора килограмма. Полтора килограмма, ну, посчитайте. Это швейцарские. Это сыры вкусные. Вкусные. Очень большими кусками все. Так. В общем, средняя цена. Грюер швейцарский. Здесь 2 килограмма. Вот 5, получается 4. Господи, боже мой. За килограмм 2,510. 2 килограмма. Это 5 тысяч почти. 5 тысяч. Да уж. 5 тысяч. Ну, что, нормальный кусок, в принципе, что? Вот можно купить на 5 тысяч один кусок и есть нормальный сыр. Без всяких. А так я покупаю вот этот в нарезке или кружками. Здесь вот в этом варианте точно нет никаких красителей и ароматизаторов. Вот у кого аллергия на сыр, вот он. Вот эти вот я беру. Такой вот сыр. И нормально, у меня нет кашля, потому что я заметила от всех остальных там, где содержатся ароматизаторы и красители. Все, у меня сразу же кашель начинается. Масло. Мне нравится в последнее время вот это вот масло. Брест. Литовское. Какой даты-то оно? Дата какая у него? 27-е, 12-е. Возьму вот это вот. Вот эту пачку масла возьму. Пусть будет масло тоже. Так, и молоко. Молочко. Я люблю. Я кофеманша. Я люблю кофе. Мне нужно молоко. Молоко. Вот это что-то новенькое появилось. Идеально для капучино. Ну, я покупаю для капучино, для латте. Сейчас, увижу ли я здесь то, что мне нужно. Спасибо. Молоко, молоко, молоко. Для капучино. Видите, уже стали делать упаковки такие для капучино. Молоко. Ну, здесь нет такого, которое я покупаю. О, вот еще же. Вот, 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 что я беру. Брестская. Вот это однозначно. Я беру вот это по 26-е число. Вот это хорошо на кофе мне идет. Если я хочу на кашу тоже. И последнее время вот это. Как, если нету Брест-Литовского, то я беру вот такой вот вариант. Ну, это жирность, жирность. Так, жирность здесь на... Господи, полтора. Но я не люблю полтора. Я все-таки жирненькая все люблю. Поэтому возьму две бутылки вот этого вот молока. Две бутылки. Все, мой список закончился. Бегом на кассу. Иначе здесь руки потянутся взять что-нибудь еще ненужное. Тоже в прошлом году мы очень дорогую рыбу покупали. Все, что есть. Рыба вообще, ну, не знаю. Вот судак. Ну, она такая дохлая вся эта рыба. Ну, неприглядная, что ли, как-то. Та ситран. Стерлядь есть. Стерлядь. Значит, за килограмм 1080. Насколько по весу... Не знаю, стерлядь я ела. Дорадо, Турция. Вся во льду. Ну, как-то тоже не впечатляет. Не впечатляет. Килограмм. Значит, Турция 509. Почему? А, по весу может быть. Да, большая 509, а поменьше 499. Один единственный пучок. Одна штука 300 рублей почти. Но он маленький, ужасно просто. Маленький кусочек 300 рублей. Я прям в расстроенных чувствах. Вот как вот диабетикам-то нам. Вот, допустим, ну, сам Бог велел зеленушку есть. В каком она состоянии? Смотрите. Уже вся лежалая, чёрти какая, потёкшая, нарезанные салаты. Вот эти я не люблю. Возьму тогда вот этот салат я люблю очень. Более-менее идёт по вкусу. Так, сейчас я посмотрю, от какого числа он тоже. Вот я возьму 149,90. Я ещё возьму шпинат. У меня будет вот такой микс сегодня. Шпинат. Вот этот вот салат, как он называется-то? Корн. Салат-корн. И будет ещё... А, ещё, кстати, вот, девчонки, вот вещь. Вот это вот. Да, вот это хороший салат. Вот он не меняет. И вот этот салат я сейчас возьму. Всё. У меня будет отличная такая вот зелёная тарелка. Зелёная тарелка будет. Вот этот салат мне нравится. Что касается брокколи. Нет, брокколи я здесь тоже не хочу. Ну и, конечно, лайм или лимон для рыбы. Раз уже взяли рыбу и огурчиков. Так, ладно, сейчас я с вами отключаюсь. Огурчиков ещё надо взять. Если они не дохлые, они все мягкие огурцы. Эти помидорчики для рукколы. Маленькие, сладкие, главное, чтобы были. Да, они все сладкие. Ну, бывают иногда не сладкие. Вот эти сладкие, вот я какие покупаю. Вот эти всегда беспроигрышные, они сладкие. Только просто надо смотреть, чтобы они были не мягкие. Цукини. Теперь сколько здесь стоят цукини? Цукини сегодня 279 рублей за килограмм. Смотрите-ка, ананасы какие здесь у нас. Дай понюхаю. Ароматный? Очень. Да, запах есть. Это мы запали на ананасы после поездки. Сколько стоит килограмм? Не килограмм, а штука? Нет. Одна штука стоит 380-990. Около 5 долларов. Или 5 долларов. Ну что, один или два? Нет. Нет, вот этот лучше, он больше, длиннее. Ну, красивый какой ананасик. Авокадо. Кокос чищенный. Кокос чищенный. Авокадо жесткое, такое не покупаю. Покупаю вот это коричневое. Вот такое авокадо. Вот. Но они взяли, подложили вот эту говнятину. Вот это сухое, совершенно ненужное. Цена возросла. Это всё в мусор. А вот твой орех дракона, глаз дракона, который тебе привозили. Вот он. Вот он, видишь? Ланган. Ланган. 369-90. Всё вот 90 приписано. Я как ноль-ноль вижу. Всё вот это в моей тележке в районе 5 тысяч. А быть, если точнее, если быть полчной, то 4,552. 4,552. Купили стремянку. Нужна нам обязательно в быту стремянка. Так. Там у нас ещё всякие сласти, вкуснясти. И винишко. Бокалы шикарные для вина. Шикарные. Моё любимое слово шикарные. Нравится нам всё. Всё-таки мы решили сегодня побаловать себя вкусным ужином. Будем пить вино из больших новых бокалов и жарить турецкую дораду. Дораду. Всё. Сейчас всё загружаем в машину. Ещё у нас одно дельце сегодня. Мы с Тамарой ходим парой, да? У нас две разные тележки. У вас наверняка возникнет вопрос. А почему? Вот если он возникнет, я вам отвечу, почему. Наш ужин сегодня вот в таком виде. Дораду пожарили. Здесь уже стейк на гриле. Стейк на гриле. Не буду пока раскорачивать. Оливки. Халапенье. Вот такой вот ужин. Нам приятного аппетита. Вам, кто за столом, тоже. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!